Распахни свои крылья и свободно лети. Ты управляешь реальностью. Всё до мельчайших структур этого пространства подчинено твоей мысли, твоему убеждению, а главное — твоему намерению. И ты, осознавая это, можешь создавать чудеса. Ты можешь создавать величайшее, что происходит в твоей жизни. Но просто намерение не будет работать. Оно будет разрушать, оно будет угнетать, оно не будет давать смысла. Только подкрепленное излучением любви из твоего духовного сердца оно творит чудеса. Оно синхронистично с гармонией мира. Оно может взаимодействовать с пространством. И, настраиваясь на определенный спектр вибрационного излучения, ты формируешь, ты как бы лепишь своими нейронными сетями и импульсами, запускаемыми от их взаимодействия пространства вокруг себя. Но многие люди забыли об этой силе. Забыли о том, что они могут расправить крылья и парить свободно навстречу всему, что пожелает их душа. И здесь нужно только выбирать из спектра пространства в вариантах, что тебе хочется, что тебе нравится. Но нас специально погрузили в пучину забвения про то, кто мы есть на самом деле, заставив делать то, что не свойственно нам, заставив страдать, печалиться и переживать, тем самым используя нашу великую энергию в другое русло, на подкормку темных сил. И единственное, что вам сейчас нужно сделать, для того, чтобы помочь планете восстановиться, для того, чтобы возродить ее сияние, для того, чтобы перевести мир в светоносный и новый этап развития истории – это отслеживать свои реакции, свои манеры поведения, свои мысли и заменять их только на те, которые достойны по-настоящему человека Бога, человека Творца, которые идут из широты душевной, а не из сжатия. Если сжимается душа, это яркий знак того, что вами управляют, что в ваше поле проник темный сгусток и навеивает вам деструктив, чтобы вы отдавали свою драгоценную энергию не на создание своей реальности, а на подчинение уже создаваемой иллюзии вот этим вот инородным вкраплением. И тут нужно проявить высокую осознанность, а главное – силу духа, и подключиться к всеобщей совести, совести своего рода, потому что если вы чувствуете корни своей великие земли, корни своего рода, то тогда вы идете прямиком на высочайшей духовной иерархии активизируются все железы вашей внутренней секреции, а это соплетение в вашем организме энергетического центра. А что такое энергетический центр? Это центр соединения тонких полей, это центр, через который поступает энергия из внешнего мира в вашу тонкую структуру, и наоборот, от вашей души взаимодействует с тонким пространством, которое формирует всеобщее мировое пространство. И если вы чувствуете эту могучую энергию рода, то все происходит гармонично, то вы находитесь в единении с гармонностью окружающих мирозданий, то вы чувствуете стержень света, через который поступает в вас великая животворящая энергия творения и наполняет вас всеобщей энергией вечной молодости, силы и, главное, импульсом огня для реализации вашей звездной задачи, вашего великого рода, потому что каждый человек четко знает, для чего он послан на Землю, но из-за ложных целей, желаний, намерений, уловок матрицы он ушел от этого своего курса, от этого своего пути. Ему нужно вновь вспомнить, от чего летела его душа, от чего она парила, что вам было так же свойственно, как дышать. Какая игра здесь, в этом прекрасном материальном мире, вас увлекала и от чего вас увели в заблуждение. Сделайте глубокий вдох и соединитесь корнями с Матушкой Землей. Почувствуйте ее мудрость, силу, величайшую энергию. Почувствуйте, как она наделяет вас животворящей энергией созидания. Расправьте свою грудную клетку и запустите из вашего сердечного центра поток абсолютной любви в пространстве. Направьте свою эту изначальную энергию первотворения на созидание блага во имя всего человечества, во имя всей Вселенной. И скажите своей душе, я позволяю тебе быть свободной, я разрешаю тебе радоваться всем проявлением этой земной природы. Я люблю тебя и желаю, чтобы ты раскрыла свой дар во имя блага всего миростания, во имя блага человечества. И если вы будете радоваться, то все пространство во вас сияет, то все люди станут счастливыми, то вы станете поистине собой. А кто вы есть на самом деле? Вы частичка мира прави. Вы великое духовное существо, которое прибыло сюда, чтобы нести в мир волшебство, чтобы показывать, из каких на самом деле энергий, легкости и счастья все соткан. Ведь все соткан из света любви, а не из изнемождение и усердие. Это лишь зажимает энергетические каналы, и равновесные силы отдаляют вас от вашей цели. Все должно быть свободно, во вдохновении, во имя добра, а главное в контакте со своим внутренним источником, силой рода. ведь почему людей сепарируют от их родителей? Для того, чтобы не было этого объединения мощнейшего, чтобы не создавались всеобщие поселения, чтобы не было общины, чтобы не было объединения, чтобы не было силы, которая творит чудеса, которая гармонизирует пространство, которая действительно создает что-то великолепное и невероятное по своей мощи для этого мира. А если человек отдельно, то он начинает служить системе, то он становится рабом системы и всю свою божественную энергию тратит на ложные цели, работая не на свой род, точнее трудясь во благо рода, а трудясь во благо начальников, боссов, управленцев, которые захватили власть свободного человечества и управляют, захватив права народа. Но во власти каждого из вас вновь воссоединиться со своей семьей и начать организовывать свое дело, в которое включатся все ваши родные, которое осчастливит мир, которое раскроет ваше дарование, и тогда вы будете чувствовать истинную силу свою, крылья архангельские, на которых вы летите, невероятную поддержку. Дорогие мои светоносцы, давайте объединяться, давайте творить добро, давайте возвращаться к конам, истинным конам мироздания, о которых вы можете узнать на этом прекрасном канале, и слушать музыку высших измерений, которые пропускают через меня высшие силы, которые соединяют вас с матушкой землей, и с высшими цивилизациями, мира, славе и праве, наших предков великих, наших пращуров, которые с невероятной силой любят вас, заботятся о вас, и все вам предоставляют, и с добром всегда летят с вами, семьей орлегов и легов, и тогда вам будет все нипочем, вы добьетесь всего в легкости, потому что вы будете божественным намерением создавать все силой своей мысли, все должно быть легко, как по волшебству, потому что вы здесь творец, ты это сила всех вселенных, во славу рода небесного, во славу богов и предков наших, во славу процветания родов и потомков наших, ныне и пресно и от кола до кола, так обысть, так о есе, так обудь во все времена. и от и от и, Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...